Правительство Приморья активно поддерживает и развивает спорт. Так, с 2018 по 2022 годы на эти цели выделено более 9,1 миллиардов рублей. Благодаря региональному и федеральному финансированию за это время во Владивостоке закончен первый этап велосипедно-бегового маршрута на острове Русском в районе бухты Охлёстышева. Завершается возведение кёрлинг-центра. Идёт строительство футбольного манежа на седанке с площадью 10 тысяч квадратных метров. Новый спорткомплекс будет оснащён всем необходимым для комфортной игры круглый год. Также за счёт регионального и федерального финансирования появились несколько физкультурно-спортивных комплексов в Славянке, Фокино, Чугуевке и Ледовой арене в Кавалерово. Приближается к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Лазовы города Партизанск. Этот комплекс общей площадью 4 тысячи квадратных метров. У него будет зал тяжёлой атлетики, у него будет зал генеборств, у него будет игровой зал. Соответственно, к каждому залу есть свои раздевалки, душевые. В общем, весь необходимый набор помещений, которые соответствуют самым современным требованиям. Строительство спорткомплекса идёт в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» на спроекта «Демография» на территории грибной базы Олимпийской, которая прошла масштабную реконструкцию в прошлом году. Мы специально запланировали изначально и с Министерством спорта Российской Федерации, и с правительством нашим Приморского края здесь создать центр подготовки наших спортсменов по различным видам спорта, а не только по угодным. Помимо возведения новых объектов, происходил ремонт уже существующих комплексов. Так, в рамках подготовки к седьмым международным спортивным играм «Дети Азии» в столице Дальнего Востока сделана реконструкция спорткомплексов «Олимпийц», «Юность» и «Молодёжный», а также «Стадионостроитель». Правительство и губернатор края уделяют большое внимание и зимнему спорту. В регионе оснастили лыжные трассы специальным оборудованием, модульными сооружениями, бесплатных пунктов проката, а также закупили свыше 2600 лыжных комплектов и более 2000 пар коньков. Эта целенаправленная работа даёт ощутимые результаты. Более половины населения края систематически занимаются спортом, а численность любителей лыжного спорта за несколько последних лет увеличилась на десятки тысяч человек. В этом году продолжена финансовая поддержка организаций, осуществляющих спортивную подготовку. За счёт средств краевого бюджета оказана поддержка 23 спортивных школ. С привлечением средств федерального бюджета дополнительную помощь получат 18 спортивных организаций, развивающие базовые виды спорта. Губернатор края Олег Кожемяка подчеркнул прогресс в этой сфере. За пять лет значительно увеличили расходы на социально значимые направления, в два раза на спорт. За четыре года доля жителей края, которые занимаются физкультурой и спортом, выросла в 1,6 раза, до 56%. Это стало возможным благодаря созданию необходимой инфраструктуры. Артём Белов, Елизавета Драгомирова, Денис Фадеев. Новости на восьмом.